Сегодня 9 августа Об этом газеты того времени Об общественных садах и не только Заботился самарский губернатор Григорий Аксаков 9 августа 1873 года Его заслуги высоко оценил Император Александр II Аксаков стал почетным гражданином Самары Он был сыном известного писателя Сергея Аксакова Автор знаменитой сказки «Аленький цветочек» Григорий Аксаков удостоился чести Трижды быть избранным предводителем Губернского дворянства Это в истории Самары единственный случай И большая честь Он пережил и революции, и войны Менял свое название несколько раз Был и Пушкинским домом И дворцом железнодорожников И, наконец, клубом имени революции 1905 года Это почетное звание Пушкинскому дому Дали 9 августа 1926 года По случаю 20-летия Первой русской революции Для переименования были все основания В революцию 1905 года Пушкинский дом был центром Политической жизни города Здесь проходили собрания, шли митинги Заседал первый Самарский совет рабочих депутатов Но в 90-е годы все вернулось на круги своя И клуб имени революции 1905 года Получил статус дворца культуры железнодорожников Напоминает сегодняшний день и о самом драгоценном О здоровье 9 августа православная церковь чтит память святого Пантелеймона Главного покровителя всех врачей и больных На иконах целитель Пантелеймон изображен с небольшим ларцом В котором лежат целебные снадобья Поэтому знахари в этот день стараются собрать как можно больше лечебных трав Здоровье традиционно желают всем именинникам Сегодня, 9 августа, поздравления с днем рождения принимают Алексей Родионов, почетный гражданин Самарской области Дмитрий Азаров, глава городского округа Самара 9 августа 1925 года В селе Кенель-Черкас и Куйбышевской области Родился Николай Шахматов Профессор и известный петербургский композитор Именины сегодня отмечают Анфиса, Иван, Кирилл и Николай Если следите за приметами, обратите внимание на березу С сегодняшнего дня у нее начинается ранний листопад Вы смотрели «Календарь губернии» Увидимся завтра Редактор субтитров А.Семкин